Если вы сейчас смотрите это видео, значит вы уже стали обладателем своего первого набора эфирных масел Дотера. Но даже если это видео попало к вам случайно и у вас пока еще нет этого замечательного набора, то вам тоже стоит посмотреть этот видеообзор, потому что именно сейчас в этом видео я расскажу, что представляет из себя базовый набор эфирных масел, которым мы можем полностью заменить свою обычную аптечку в домашних условиях. И прежде чем я начну свой рассказ о каждом из масел, входящих в этот набор, я хочу вам показать вот такую большую коробку. Не пугайтесь, это не является набором эфирных масел, это совершенно другая коробка. Сейчас расскажу ее маленькую историю. Вот на сегодняшний день в этой коробке я храню всякое барахло. Здесь шнурки какие-то, нитки, иголки, резинки и в общем все то, что бывает обычно в хозяйстве у женщин. Но в этой коробке я раньше хранила лекарства. Раньше это 6 лет назад и ранее, когда я еще не занималась натуропатией. И все мое познание о здоровье человека, оно сводилось к самым обычным банальным лекарствам и походам по врачам. Как и у большинства обычных современных людей, в моей аптечке всегда было жаропонижающее, анальгин, цитрамон от головной боли, какие-то мази для втирания, когда схватила поясницу. И все в таком роде. То есть все как у всех и других вариантов мы не знали. И теперь, когда я знаю, что такое настоящее эфирное масло, чистые эфирные масла терапевтического класса, я полностью заменила свою большую зеленую коробку с лекарствами на маленькую тоже зеленую коробочку, в которой и содержат в себе 10 базовых эфирных масел Дотера. Если вы уже получили свой первый заказ Дотера в семейную аптечку, то, скорее всего, вы уже ее открыли и увидели, что внутри у нее 10 флаконов по 5 мл. Эти 10 флаконов мы разделяем на два вида, две подгруппы. Вот они стоят у меня сейчас на столе. Это 6 одиночных эфирных масел и 4 смеси эфирных масел. И я сейчас расскажу вам, для чего, когда и зачем мы применяем каждое эфирное масло. Сразу скажу, что поначалу, как только вы окунаетесь в этот мир и получаете свои первые базовые знания об эфирных маслах, в голове может быть некоторое смятение, путаница, потому что поначалу кажется очень трудным запомнить, для чего конкретное масло применяется. Но на самом деле пугаться не стоит, потому что сейчас, когда вы уже являетесь полноценным партнером компании Дотера, вам доступно очень много материалов. И, конечно, все эти материалы вы будете получать лично от меня из моих рук. Это и книги, и методички, какие-то брошюры, схемы, рецепты, вплоть до серьезных протоколов. И для этого у нас с вами есть специальный чат, которому можно задавать любые вопросы по применению эфирных масел. Итак, давайте рассмотрим, что же представляют из себя вот эти 10 флаконов, которые находятся в стартовом наборе семейная аптечка. В этом видео я рассказываю о наборе именно семейная аптечка, хотя вы знаете, что есть еще и другой набор, который называется эфирный дом. И он по составу масел такой же, но по наполнению он немножко другой. Но о нем я сделаю отдельное видео. А в сегодняшнем обзоре это семейная аптечка. Итак, я начинаю обзор. Первое масло, которое всегда хочется взять именно первым, это масло из кожуры лимона. Лимон – это наиболее яркое масло в этом наборе, потому что эфирные масла из цитрусовых – это всегда очень яркие ароматы, это всегда настроение, какая-то положительная эмоция. И говоря о лимоне, мы, конечно же, в первую очередь подразумеваем, что наше утро должно начинаться именно с этой яркой ноты, чтобы проснуться, чтобы привести себя в чувство и начать новый день. Но эфирное масло лимона – это, конечно же, не только положительная эмоция, не только приятный аромат, но это еще и ярко выжженный терапевтический эффект с точки зрения снятия воспалительных процессов по всему желудочно-кишечному тракту. А вы знаете или скоро узнаете о том, что воспалительные процессы в ЖКТ неминуемо отражаются на общем состоянии организма, и это приводит к различным воспалительным процессам и в других частях тела, организма, не только в ЖКТ, но и по всему, буквально по всему организму. Поэтому регулярно употребляя одну каплю лимона на стакан воды, ну регулярно – это значит несколько раз в день как минимум, мы тем самым обеспечиваем себе противовоспалительный эффект. Ну и, конечно, это очень вкусное питье. Эфирное масло лимона – это одна капля на стакан воды, и это наиболее распространенное применение эфирного масла лимона. Есть и другие рецепты и схемы, в состав которых входит эфирное масло лимона. Но в рамках одного обзорного видео я не смогу рассказать обо всех схемах и рецептах. Поэтому буду говорить только то, что наиболее популярно, и больше запомнится и отложится у вас в голове. Второе масло на букву «Л» – это масло лаванды. Лаванда – это символ спокойствия, хорошего сна. Но это еще не все способы применения лаванды. Это еще и снятие воспалительных процессов на коже. Это работа с ожогами. Это одно из мягких масел, которые мы применяем наружно и эмагляционно. И это, пожалуй, одно из тех масел, аромат которого практически у всех сразу вызывает положительную эмоцию. То есть хорошо воспринимается нашими обонятельными рецепторами. Именно поэтому масло лаванды является таким общеизвестным успокаивающим средством. Также масло лаванды работает как антигистаминный препарат, если мы имеем дело с аллергиями различного рода. Следующее масло в наборе – это тоже масло на букву «Л» – это ладан. Масло ладана у многих ассоциируется с ритуальными обрядами, с церковью, с чем-то священным. Ну и это, в общем-то, это так. Но мы с вами говорим о масле ладан именно с точки зрения терапии, ароматерапии. И масло ладан занимает отдельную позицию в этом наборе. Почему отдельную? Потому что это своего рода король эфирных масел. Многие ароматерапевты именно так и говорят. Если не знаешь, что назначить пациенту, назначай ему ладан. Никогда не промахнешься. Это действительно так. Ладан – масло универсальное. Оно может оказать очень ощутимую помощь буквально во всех ситуациях, чего бы это ни касалось. Будь то острый воспалительный процесс, будь то какая-то стрессовая ситуация или сильный болевой синдром, в любых случаях ладан всегда оказывает свое благотворное воздействие именно на клеточном уровне. Кроме того, ладан – это то масло, которое усиливает эффект любого масла. Поэтому, если мы хотим добиться более быстрого эффекта и более глубокого проникновения эфирного масла в клетку, мы используем какое-то масло в сочетании именно с ладаном. Четвертое масло в аптечке – это масло перечной мяты. Аромат мяты известен всем. Мята очень активно используется и в парфюмерной промышленности, и во многих пищевых продуктах. Аромату мяты мы привыкли, используя зубные пасты. На самом деле мята – это прекраснейший спазмолитик. И всегда, когда речь заходит о боли, связанной со спазмом, особенно головная боль, мы успешно используем мяту перечную на виски и мгновенно убираем головную боль. Поэтому первое, когда у вас возникает головная боль, первое, за что вы хватаетесь – это за масло мяты перечной. Вы втираете ее в виски, и буквально через 5 минут вы понимаете, что боль отступила. В том случае, если вы не довели эту боль до очень сильной степени. Масло мяты перечной входит в состав некоторых других смесей, о которых мы будем говорить позже. И это обусловлено именно ее спазмолитическим эффектом. Очень хорошо использовать мяту перечную при тошноте, при укачивании, просто для освежения воздуха в помещении, когда жарко, когда душно. И очень хорошо перечная мята зарекомендовала себя при повышении температуры, особенно у детей, когда мы добавляем каплю масла мяты в воду и обтираем этой водой кожные покровы, уменьшая тем самым неприятные ощущения от повышения температуры и даже снижая температуру. Следующее масло в наборе это масло чайного дерева. Чайное дерево очень многим известно за свои антигрибковые свойства. Да, мы используем масло чайного дерева при проблемах с кожным покровом. Будь то грибок, будь то бородавки, папилломы, какие-то брызчики, воспаления и так далее. Проблема грибка ногтей тоже очень хорошо решается с помощью эфирного масла чайного дерева. И еще одно одиночное масло в наборе это масло орегано. Это самое сильное, самое жгучее масло с запахом, который далеко не всем кажется приятным. Но это масло имеет очень мощные антибактериальные, противовоспалительные свойства. И это по сути антибиотик, природный антибиотик. Поэтому каждый раз, когда речь заходит об острых воспалительных процессах, мы используем масло орегано как внутрь в капсулах, так и наружно в разведении с базовым маслом для проработки зоны позвоночника и стоп для укрепления и усиления нашего иммунитета. И теперь я перехожу к краткому обзору четырех смесей, которые у меня ставят в отдельной группе. И здесь, пожалуй, особое внимание нужно удивить именно смесям, потому что это, по сути, скорая помощь. Хотя, в принципе, любое эфирное масло является скорой помощью, но вот эти четыре смеси – это нечто. Это то, что если вы пробуете однажды какую-то смесь и очень быстро получаете эффект, вы уже никогда не забудете, для чего именно нужна эта смесь. И начнем мы со смеси номер один – это онгард. Противовирусная смесь. Слово онгард переводится на «защите». Масла, входящие в состав этой смеси, известны с очень-очень древних времен. Сейчас, когда мы имеем дело с новыми опасными вирусами, эфирное масло онгард – это то, что должно быть всегда просто на страже. Это не только масло, которое помогает в острых ситуациях, при первых признаках вирусной инфекции, но еще и профилактическое масло, применяя которое мы защищаем себя от заражения вирусом. Применяя эфирное масло онгард буквально в первые минуты, болейшие намеки на вирусную инфекцию, нам удается гасить эти процессы на корню, и таким образом мы избегаем тяжелых состояний. Следующая смесь в коллекции – это смесь «Бриз». Слово «Бриз», я думаю, у всех вызывает ассоциацию со свежим воздухом и с легким дыханием. Да, совершенно верно, это респираторная смесь или дыхательная смесь, и она призвана решать проблемы с дыханием. Со смесью «Бриз» у меня связана своя очень личная история. Именно благодаря этой смеси нам удалось решить проблемы с бронхиальной астмой у моего супруга. И это действительно смесь, которая работает на очень глубоком уровне. Поэтому многие респираторные проблемы, начиная от самых банальных, как заложенность носа или состояние тяжелого дыхания во время вирусной инфекции, так и вплоть до пневмонии и более тяжелых состояний мы решаем при помощи эфирной смеси «Бриз». Я не могу сказать, что мы решаем это одним взмахом руки. То есть нельзя говорить о том, что мы применяем масло «Бриз», и мы тут же решаем глубокую проблему, связанную, например, с пневмонией. Нет. Но мы очень сильно облегчаем состояние человека, и это масло, оно способствует общему оздоровлению и быстрейшему выходу из острой воспалительной ситуации. Следующее масло – это смесь «Дайжест Дзен». Очень красивое название, и это первая смесь, с которой я познакомилась на своем собственном опыте. Это желудочно-кишечная смесь, или, по-другому говоря, пищеварительная смесь, которая решает любые проблемы, не побоюсь этого слова, любые проблемы с желудочно-кишечным трактом, начиная от гастрита, заканчивая язвами кишечника, панкреатитом, холециститом, изжогой и прочими неприятными явлениями. «Дайжест Дзен» работает симптоматически, то есть применяя его буквально при возникновении боли, вы за считанные минуты получаете либо полное исчезновение боли, либо значительное ее облегчение. А при комплексном подходе, то есть при курсовом лечении, мы решаем вот такие глубокие застарелые проблемы, как, например, застой желчи в желчном пузыре, камнеобразование и другие проблемы. И, наконец, последняя эфирная смесь в наборе – это смесь, которая называется «Дип Блу». Это единственная смесь в наборе, которая имеет нестандартную крышку. То есть, если обычный флакон имеет довольно крышку маленького диаметра, то смесь «Дип Блу» имеет более широкую крышку и открывается она несколько необычным способом. То есть, чтобы открыть флакон, нужно не просто открутить крышку, но предварительно на нее нажать. Поэтому очень легко запомнить, что эта смесь «Дип Блу» – это смесь, которую ни в коем случае нельзя применять внутрь. Она просто не предназначена для этого, в отличие от большинства эфирных массив Дотера, которые мы можем употреблять внутрь. Эфирная смесь «Дип Блу» переводится названием как «Глубокий синий». Это смесь, которая решает проблемы опорно-двигательного аппарата. То есть, это та смесь, которую мы наносим в разведении с базовым маслом на проблемные участки тела. Как правило, эта смесь применяется при болях в суставах, при заболеваниях позвоночника, при мышечных болях, при мышечных спазмах. Эта смесь «Дип Блу» обладает свойством очень глубоко проникать в ткани и усиливать кровоток к проблемному участку. И именно за счет, благодаря усилению кровотока и лимфотока, мы получаем эффект уменьшения или полного исчезновения боли. Опять же, при комплексном подходе, когда мы применяем эфирную смесь «Дип Блу» курсами и сочетаем это с коррекцией питания и с очищением организма, мы получаем очень хорошие результаты по лечению артритов, даже артрозов и других проблем, связанных с опорно-двигательным аппаратом. Итак, мы познакомились с набором «Семейная аптечка». Теперь у вас есть довольно неплохое первое впечатление о том, что это за продукты, в каких ситуациях их употреблять. Но, конечно, это далеко не все свойства и не все функции масел, о которых я могла бы рассказать в одном видео. Поэтому нам с вами предстоит еще большая работа по изучению и этих масел, их других свойств и функций, и по изучению других масел и других смесей. Их очень много. Вы видите «Семейная спиной стеллаж». И это далеко еще не вся продукция Дотера, которую очень интересно изучать и применять в жизни для решения проблем самого разного рода. Проблем не только со здоровьем, но в том числе и проблем эмоционального характера, психологического, да я бы даже сказала социального характера. То есть это универсальный инструмент, который, попав к вам в руки однажды, сейчас, будет производить на вас каждый раз неизгладимое впечатление, потому что каждое новое масло – это всегда какой-то новый эффект. И я желаю вам, чтобы вы не останавливались только на изучении семейной отечки, хотя первое время – это единственное, что вам будет требоваться. То есть изучить масла именно в этом наборе, изучить и начать применять их к себе. Либо по моим рекомендациям, либо по тем советам, которые вы прочитаете в чате, либо по вашим каким-то самостоятельным поискам. Но вы будете применять именно эти базовые масла. Останавливаться только на применении базовых масел может быть даже и не получится по той причине, что большинство из вас, те, кто сейчас смотрит это видео, пришли ко мне в мой проект с какими-то хроническими заболеваниями. А когда речь идет о хронических заболеваниях, нам нужно рассматривать не только одиночное применение масел, но еще и систему протоколов. Я обязательно каждому человеку всегда рекомендую на втором этапе после применения базовых масел начать более глубокую, более серьезную проработку своего организма именно с помощью протоколов с эфирными маслами. Но это уже тема более отдаленного этапа, это тема отдельного видео, поэтому сегодня это только обзор вашего первого стартового набора, и я желаю вам как можно скорее получить свои первые положительные результаты по применению этого набора.